Итак, начинаем. Городские власти сегодня рассказали, какие красноярские дороги будут реконструированы и достроены в нынешнем сезоне. Отмечу, на ямочный ремонт в этом году выделили в два раза больше денег, чем в прошлом, поэтому подлатают практически все улицы. Сегодня специалисты дали оценку и тому ремонту, который был проведен летом и осенью. Устраивает ли он их обо всем подробнее в материале Натальи Истоминой. Вдоль дороги будет ограничивать живая изгородь. Большая реконструкция в этом году ждет улицу Молокова на участке Шахтера в Батурином. По оценкам специалистов, она не соответствует нормам безопасности. На ней нет тротуаров, пешеходных переходов, она никак не ограничена, а в ночное время слабо освещена. Кроме того, здесь нет ливневой канализации. Все эти недостатки планируется устранить. Кроме того, будут исполнены технические тротуары, благоустройство, дублер, по правую сторону движения дублер и парковочные карманы. Ремонт улицы Молокова начнется в июне и закончится в сентябре. Все это время она будет перекрываться частично. Этой осенью достроят и путепровод, соединяющий улицу Авиаторов и Северное шоссе. Это часть объездного кольца Красноярска. Летом будет сделано проектирование еще двух важных объектов. Съезда с 4-го моста в центр города и проспекта Свободный, реконструкции которого приступят уже в следующем году. В будущем году предполагается сдача уже других масштабных объектов. В первую очередь, это речь идет о 4-м автодорожном мосте через реку Енисей и подходов к этому мосту. Это очень сложная технически такая непростая задача. Но я считаю, что у нас все есть для того, чтобы ее реализовать. А Брянская, Калинина? Калинина-Брянская. Также работа будет продолжаться, но вот, скорее всего, будет еще через год. Что касается ямочного ремонта, то в этом году на него выделили в два раза больше денег, чем в прошлом. Около 400 миллионов рублей. Департамент горхозяйства опубликовал карту дорог, которые собираются подлатать. Они выделены красным цветом. По сути, это большинство улиц Красноярска. Сегодня мы также проехали по тем дорогам, которые в прошлом сезоне были отремонтированы капитально. Например, асфальт на Тотминой и Высотной в хорошем состоянии. За зиму он не потрескался и здесь не образовались ямы. То же самое на проспекте Мира. Напомню, подрядчик дважды его переделывал со скандалом. Асфальт на развязке Краснодарская-Воронова, которую сдали осенью, тоже в порядке. Есть, конечно, замечания к подрядным организациям, есть подрядным организациям. Таким, скажем, как Империястрой, которая у нас ремонтировала улицу Пионерской правды в прошлом году. Есть замечания. Но, собственно говоря, в большинстве случаев все-таки те подрядчики, которые у нас вышли, они качественно выполнили ремонтную работу. Однако представители Федерации автовладельцев оптимизма чиновников не разделяют. Вы увидите через два года, как высотная Тотмена поплывет в таком же образе, как улица Шахтеров на сегодняшний день. К сожалению, это так. К сожалению, торги заставляют подрядчиков падать до минимальной цены для того, чтобы все-таки заняться работой, чтобы все-таки хоть как-то прожить на этом рынке. Подрядчиков для ремонта дорог с каждым годом становится все меньше из-за новой системы оплаты. Теперь бизнесмены будут получать деньги только после того, как специалисты убедятся в качестве работ. В мэрии считают, что сокращение подрядчиков – это нормально. Уж слишком много раньше на аукционы заявлялась фирма «Однодневок», которые фактически исчезали после перечисления средств. Наталья Истомина, Михаил Масленников, Афонтова новости. Субтитры создавал DimaTorzok